Когда я покидала этим летом в лагерь молодых женщин, милая девушка вручила мне записку. В ней она спрашивала, как я могу узнать, что Бог пытается мне что-то сказать. Мне очень понравился ее вопрос. Наши души жаждут обрести связь с нашим небесным домом. Мы хотим чувствовать себя нужными и полезными. Но порой мы пытаемся провести различия между нашими собственными мыслями и мягкими внушениями духа. Пророки, древние и современные, учат, что все, что призывает и побуждает творить добро, приходит от Креста. Президент Рассел Эннельс обратился к нам с простым убедительным приглашением. Мои возлюбленные братья и сестры, я прошу вас возрасти своей духовной способности получать откровения. Примите решение совершать ту духовную работу, которая необходима для того, чтобы наслаждаться даром Святого Духа и чтобы чаще и яснее слышать голос Духа. Сегодня я хочу от всего сердца поговорить с вами о четырех способах возрастать нашей духовной способности получать откровения. Первое. Целенаправленно ищите время и место, где можно услышать голос Бога. Если вы будете использовать свою свободу воли, ежедневно посвящая время тому, чтобы услышать голос Бога, особенно в книге Мормона, со временем Его голос станет более ясным и знакомым для вас. Напротив, отвлекающие факторы и шум, которые наполняют мир, наши дома и нашу жизнь, могут помешать нам услышать Его голос. Эти отвлекающие моменты могут настолько занимать наши умы и сердца, что у нас не останется места для мягких побуждений Святого Духа. Пророк Джорзеф Смит учил, что чаще всего Бог открывает Себя, когда люди в уединении, в своей комнате, в пустыне или в поле, как правило, без шума и суматохи. Сатана хочет отлучить нас от голоса Бога, не пуская нас в эти тихие места. Поскольку Бог говорит тихим, мягким голосом, мы с вами должны приблизиться к Нему, чтобы услышать Его. Только представьте, что произошло бы, если бы мы старались связаться с небесами так же, как подключаемся к Wi-Fi. Выберите время и место, чтобы каждый день слушать голос Бога. И со всей строгостью подходите к этой священной встрече с небесами, ведь от этого очень многое зависит. Два. Действуйте без промедлений. Когда вы получаете побуждение и затем действуете с искренним намерением, Господь может использовать вас. Чем активнее вы действуете, тем более знакомым становится голос Духа. Вы будете все больше признавать Божье руководство и то, что Он охотно готов открывать свой разум и свою волю. Если вы будете медлить, то можете забыть это побуждение или упустить шанс помочь кому-то ради Бога. Три. Получите свое поручение от Господа. Небесный Одец, похоже, с радостью готов ответить на нашу молитву с просьбой принести нас к тому, кто нуждается в нашей помощи. Президент Айринг учил нас искать откровения, спрашивая Бога, кому мы можем помочь ради Него. Если вы будете задавать подобные вопросы, вас посидит Святой Дух, и вы почувствуете побуждение совершить что-то для окружающих. Когда вы идете и делаете все это, то выполняете поручение Господа. А когда вы выполняете поручение Господа, то становитесь достойными дара Святого Духа. Конец цитаты. Вы можете молиться и просить Господа о поручении. Так он может использовать ваши обычные навыки для выполнения своей необыкновенной работы. Мой дедушка по материнской линии Фридс Ханнеллунгренд эмигрировал из Швеции, когда ему было 19 лет. Он прибыл в Америку один, с чемоданом, имея за плечами лишь 6 лет школьного образования. Не зная английского, он отправился в штат Орегон, работал там лесорубом и вместе с моей бабушкой и мамой присоединился к церкви. Он никогда не руководил приходом, однако, будучи верным домашним учителем, вернул к активной жизни в церкви более 50 семей. Как же это ему удалось? После смерти дедушки, разбирая коробку с его бумагами, я наткнулась на письмо от человека, который вернулся в церковь благодаря любви дедушки. В письме было сказано, «Я думаю, секрет брата Фридса заключается в том, что он всегда выполняет поручения Небесного Отца». Это письмо было от брата Уэйна Симонеса. Дедушка навещал его и познакомился с каждым кленом его семьи. Спустя какое-то время дедушка сказал им, что в них нуждаются, и пригласил их в церковь. Но в то воскресенье брат Симонес проснулся, зная, что стоит перед выбором. Он не закончил починку кровли дома, а на неделе ожидался дождь. Он решил, что пойдет в церковь, пожмет руку дедушки, а потом уйдет домой, чтобы закончить ремонт крыши. Его семья вполне может посидеть причастное собрание и без него. Его план отлично работал до тех пор, пока, работая на крыше, он не услышал, как кто-то поднимается по лестнице. По его словам, когда я оглянулся, наверху лестницы стоял брат Фридс. Он лишь широко улыбался мне. Сначала я смутился, почувствовав себя маленьким мальчиком, прогулявшим школу. Потом ощутил раздражение, но брат Фридс просто снял пиджак и повесил его на лестницу. Закатав рукава белой рубашки, он повернулся ко мне и спросил, «Брат Симонес, у вас есть еще один молоток?» «Эта работа должна быть очень важна, иначе вы бы не оставили свою семью. Если это так важно, я хочу помочь вам». Заглянув ему в глаза, я увидел лишь доброту и христианскую любовь. Мое раздражение ушло. В то воскресенье я отложил инструменты и последовал за моим хорошим другом вниз по лестнице, чтобы вернуться в причастный зал. Дедушка получил свое поручение от Господа и знал, что должен искать потерянных овец. Так же, как в случае с четырьмя мужчинами, которые подняли своего расслабленного друга на кровлю, а затем спустили его, чтобы Христос исцелил его, поручение дедушки привело его на крышу. «Господь посылает откровения тем, кто стремится помочь другим людям». И четвертое. «Верьте и доверяйте». Недавно я читала в священных писаниях о другом великом миссионере, который получил свое поручение от Господа. Аарон учил царя ламонийцев, который удивился, почему брат Аарона, Амон, тоже не пришел, чтобы учить его. И Аарон сказал царю, «Вот, Дух Господний призвал его на другой путь». Дух говорил в моем сердце, «У каждого из нас есть своя миссия, и иногда Дух может призвать нас на другой путь». Есть много способов соседать Царство Божье, как подобает заключившим и соблюдающим заветы ученикам Иисуса Христа. Как его верные ученики, вы можете получать личное вдохновение и откровение согласно его заповедям, предназначенным для вас. У вас есть уникальные миссии и роли в жизни, и вам будут даны уникальные указания для их выполнения. Нефий, браты Ареда и даже Моисей должны были пересечь глубокие воды, и каждый делал это по-своему. Нефий обрабатывал дерево весьма искусно. Браты Ареда построил баржи, плотные, подобно сосуду, а Моисей прошел по суше среди моря. Каждый из них получил личное, предначертанное ему руководство, и каждый доверял и действовал. Господь помнит о тех, кто проявляет послушание, и, по словам Нефия, приготовит пути для нас, дабы мы могли исполнить то, что Он побелевает. Обратите внимание, Нефий сказал пути, а не конкретный путь. Не пропускаем ли мы и не отклоняем ли личные поручения от Господа из-за того, что Он приготовил пути, отличные от тех, что мы ожидаем. Моего дедушку они привели в необычное место, в костюме, в воскресный день, он полез на крышу. Доверьте Богу вести вас, даже если этот путь выглядит не так, как вы ожидали, или отличается от других. Святые последних дней – самые разные люди, но все одинаковы для Бога. Белые и черные, рабы и свободные, мужчины и женщины, состоящие и не состоящие в браке, богатые и бедные, молодые и старые, и те, кто всю жизнь в церкви и новообращенные. Не важно, кто вы, чем занимаетесь, вы приглашены участвовать в трапезе Господней. Когда поиск и выполнение воли Отца станет неотвертимой частью вашей повседневной жизни, вы, несомненно, будете меняться и каяться. Новая программа Церкви для детей и молодежи основана на обучении тому, как искать откровение, чтобы узнать, чего Господь ожидает от нас, и затем действовать в этом направлении. Каждый из нас, независимо от возраста или обстоятельств, должен стремиться искать, получать и действовать. Следуя этому вечному образцу, устанавливанному для наших дней, вы приблизитесь к Иисусу Христу, Его любви, Его свету, Его руководству, Его миру и Его исцеляющей и благодатной силе. И вы возрастете в духовной способности ежедневно быть орудием в Его руках, выполняя Его великую работу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok